Итак, всех приветствую! Мы в Хардстоуне. Я во второй раз зашёл и уже прошёл как бы день. То есть, у меня нет времени на Хардстоун, но я надеюсь, что скоро время освободится. Ну или в относительно скором времени время у меня освободится. В общем-то, у нас открылись приключения. И могу ли я в них играть просто так вот? Требуется открыть доступ ко всем классам. Ага. А, ну это в этом. Понятно. То есть, в приключениях тут будут потом и другие вещи. Значит, для того, чтобы открыть доступ ко всем классам, нам нужно типа побеждать. Но перед этим моя коллекция. Не помню, какие... Блин, глючит, зараза. Значит, мах. Эту колоду мы будем менять. Дело в том, что здесь, в принципе... Вот превращение есть. Прикольная штука, по идее. Четыре маны. Это тут, в принципе, всё хорошее. Значит, что у нас тут? Мурлок. Слушайте. Идите нахуй. Нахуй. Вот эта вот штука мне меняет... Мешает смотреть карты. Вы посмотрите. Близзарды. Я желаю вам сдохнуть от рака. Да, Близзарды. Мурлок на лётчик. Нафиг его убираем. Значит, чародейские стрелы пускай будут. Значит, боевой клич. Инженер-новичок. Значит, речной крокодил тоже фигня. В принципе. Потому что у нас как бы не такой персонаж. Чародейский взрыв. Наносит одну единицу урона. Это пусть остаётся. Ящер кровавой топи. Ну, это получше, чем вот тот вот Слизард. Ну, не знаю. Не, он не особо. Нужно, короче, всех этих заменять существ. Потому что они слабенькие. Всадник. Вот всадник мне понравился. Но это для агроколода какой-то. И он как бы дорого стоит. Это не очень круто. Но пусть пока будет, наверное. Значит, вот это вот пусть будет. Это, ну... Скажем так, тоже. Типа для бафа... Посмотрим там. Вот этот товарищ. Ну, в принципе, опять же, он никого не защищает. Он не таунтит. Хрустогрыз. Огненный шар обязательно должен быть. Превращение. Оно у нас есть всё-таки. Провокация. Ночной клинок наносит 3 единицы урона герою противника. Ну, я знаю, насколько это круто. И огар. Огар. Говно. Огар. Нету способностей у него никаких. Значит, берём слизь. Берём эту слизь. Значит, вот этот товарищ. Кабольт-геомант. Бонус-заклинанием тоже берём. Мурлок-волнолом какой-то. Это неплохо. Вот есть также чувак с провокацией. Кризли. Сталимех или как-то вон так. Вы берёте карту. Ну, эти чуваки у нас есть. Значит, это общие, да? А конкретные что у нас? Наносит 3 единицы урона. Слушайте, ледяная стрела нам нужна. Вот видите, как мы сразу фигачим. Значит, вот этот вот всадник на волке тоже идёт нахрен. Прикольно. Тут, оказывается, стоковые существа не такие уж и плохие. Значит, ну, этот с провокацией тоже. А у нас гризли. Где тут гризли, гризли? За 3. А тут провокация за 2. 3-3-2-2. Ну, не знаю. Значит, давайте уберём гризли пока что. Наносит 1 единицу урона. Солдат Золотоземья. Вот это хороший чувак, в принципе. Наверное. В принципе, вот этот тоже неплохой. Ну, слушайте, тут много кого неплохого есть. Так. Первый. Второй. Слизь. Ну, слизь, вы поняли. Это противоружие. Так. Значит, провокация. Урон от заклинаний плюс 1. Но это вот нам подойдёт. Боевой клич наносит 1 единицу урона. Это фигня какая-то. Вепря призывает. Магмовый ярость. Он неплохой, в принципе. Но его убить могут. Да. Очень легко. А нам урон от заклинаний, наверное, нужен. Ваше выбранное существо. Но это не то. Смотрим, что у нас ещё есть. Значит, вы берёте карту. Но это дорого. Гном изобретатель. Я вот смотрел видео по этой игре. И там, если честно, всего этого не рассказывали. Кого здесь выбирать. Ну, здесь вот видите, там коэффициент. Блин. Вот опять же, этот зверь, какой в нём смысл? То есть, в том, что он может пережить атаку вражескую. И всё. По сути, только это у него и есть. Или у этого чувака. Какой смысл в рывке? Если у него много здоровья. То есть, с рывком должны быть какие-то рашевые существа. То есть, которые стоят мало маны. И у них много атаки и мало здоровья. Вот эти вот чуваки, их сразу вывел. И они сразу же окупают себя уроном, который наносят. А вот это, это дерьмо. Значит, вот этот чувак тоже бесполезный абсолютно. То есть, с толку, с его там здоровья. С того, что типа, если у него атака всего лишь 2 единицы. Ты будешь таким образом бить противника до конца его. Вот этот чувак механо-дракончика призывает. Ну, это бред. Урон от заклинания, опять же. Огарма. О, это тот, который лину в котях. Обожаю его. Значит, противники вынуждены атаковать это существо. Коблин-телохранитель. Ну, у него больше атака, чем защита. А для таунта нужно наоборот, чтобы было. Хотя хэзэ вообще. Так, получает 3 катаки, когда получает урон. Ну, это неплохо, но так себе. Вождь. Так. А, я все время забываю, что, короче. Так. Вот это тот чувак. Давайте уберем его из колоды. Как его можно как-то убрать из колоды? Так. Где тут его искать? Вот кобольт, геомант, офигенен. Вот этот чувак тоже неплохо. Кажду добавляет. Вот это вот, это для какого-то убийцы непонятного. А мы-то, мы-то маги. Значит, что это? Восстанавливает 2 единицы всем вашим персонажам. Ну, дороговато. То есть, это для чуваков, которые играют от стола. А мы будем играть от заклинаний. Я попытаюсь собрать мага-заклинателя. Также я, возможно, на охотника перейду. Но первым пусть будет маг, потому что маг, он вообще один из самых сильнейших классов. И он универсальный, довольно-таки. Значит, наносит 2 единицы урона. Творф диверсант. Жесть. Значит, смотрим. Урон от заклинаний. Но это, это бред. Вот, хотя, верховный маг. Провокация, рывок. Вот, видите, с рывком. 5 атаки. Норм. Вот это тот товарищ. Что-то там тоже фигня какая-то. Гончий онек. Из недр. Герой. Штормгарда. Ну, у него нет таунта. Это бред. Это бред. Так, плюс. Значит, ну, смотрим, кого мы еще можем добавить. Знахаря. Ну, знахарь, он так себе. У нас есть чародейская стрела. Значит, вот этот товарищ. Провокация. Вот тут эти вот товарищи, они хороши. Очень хороши. Хотя, не знаю. Одного, наверное, надо взять. Хотя. ХЗ вообще. Нужно несколько таунтов. Так. Побольше таунтов. И вот это вот, чувака. У нас же есть, как бы, другая штука. Вот это вот. Вы берете три карты. Зачем нам здесь брать, типа, карту? При том, что... Ну, нет. Нет. Инженер-новичок, это как-то не очень. Так. Вот этот товарищ с провокацией. За две маны. Вот это вот слизь. Наверное, уберем одну. Нам одной будет достаточно. Вот этих вот я двоих взял. Урон от заклинаний. Был бы с бонусом урона заклинаний чувак, у которого... То есть, за одну ману было бы еще круче. Ну, хотя вот таунтер... Таунтер за... С двумя здоровья. Ну, с двумя здоровья, то есть, это маловато все-таки. Самый лучший таунтер, это вот это вот 5 на 5. У которого... Хотя у нас большой запас карт в действительности. Вот 3 на 3 есть такой таунтер. Всадник на волке. Значит, урон от заклинаний. Вот этот вот давайте возьмем двоих. Да. И огра. Не знаю. Брать, не брать. К сожалению, у нас мало заклинаний. Вот здесь у нас что? Короче. Так, стандартный базовый напор. А это кто такой? Так, получить совет. Тут я могу тебе помочь. Вот что я предлагаю. Ну, так-то да. Ну, совет, если честно, говняный. А как мне посмотреть все, как бы? Сила героя, кстати. А ее изменить нельзя. Здесь мы все карты... Вот, все. Пусть все будут, короче. Мы их собрали. Здесь, значит, опять же. А, мы можем вот так переворачивать. Слушайте, не по уровням, а можно просто переворачивать. Да. Так гораздо удобнее. Вот видите, я учусь, в принципе. Значит, провокации. И вот эти вот всякие... Что еще можно нам взять, кроме провокаций? За одну маны довольно много у нас карт. То есть, это какие вот карты? Смотрим. Один, один. Потом два. Вот огры есть, например. Еще провокация. Хотя вот этот... А, он четыре маны стоит. А за пять маны там пять на пять, или какой там чувак? Значит, ну... Типа... За две маны у нас слизень. Давайте еще одного, что ли, добавим. Как думаете? Насчет выбирания карт, не знаю. Вот это вот невыгодно, мне кажется. Но вот эта штука, она как бы может помочь нам. А может и не помочь. У нас уже девять карт осталось выбрать. Значит, вот этот товарищ. У него атака маленькая, это фигово. Но с другой стороны, он не для этого создан. То есть, у него четыре здоровья. Поэтому одного чувака пусть будет. Так, морозный Йети. Дальше. Ну, здесь, смотрите. Здесь пошла полная хрень. Тут атака больше у провокаторов, чем защита. Вот этого еще можно чувака взять. Высокоуровневая карта. Урон от заклинаний. Так, вы берете карту здесь. Провокация. Во! Во! Вот это вот горилла. Это что за горилла такая? Так. Ему нравится девять, что он тут главный. Хотя, на самом деле, всем заправляет. Ну, это так себе, смотрите. 4-1. Это 2 и 3. За 3 маны. Это не так выгодно, на самом-то деле. 2 и 3. А где тут еще провокация у кого есть? Вот. 3 и 3. Ну, с другой стороны, ему как бы важнее таунтить. Ну, давайте и того, и того возьмем. Или хз вообще. Короче, добираем вот этого вот товарища. Добираем вот этого товарища. И нужно кого-то еще более манопоглощающего, что ли. Вот этого, что ли, или вот этого. 7 на 7, 9 на 5. Не знаю. Так, рывок. Так, ну, не знаю. Давайте одного такого, что ли, возьмем. Раз. И два. Все. Теперь готово. Хух. Набрали карт. Теперь, короче, настала пора. Вот это вот что вообще у нас? А, это герои. Это, значит, у нас по умолчанию. Рубашки. Рубашки вообще нафиг не нужны. Ну, то есть, я-то не эстет. То есть, вот я в этом плане. Давайте же, собственно, играть. Нам нужно вначале проиграть всякие ПВЕшки. ПВЕшки это важно. Хотя нет. Слушайте. В приключения давайте играть. Я люблю приключения. Значит, нам нужно всех героев открыть, потом прокачать. Нет, сначала давайте прокачаем мака. Да. Нам нужно больше К для мака. Затягиваем болты. Джайна! Джайна против Джайны. Вот вы посмотрите, какое удовольствие. Так, заменить карты. Какие карты заменить? Ну, вот этот товарищ, мы его слишком поздно будем разыгрывать. Кабольт. Ну, знахарь, а вдруг нам не выпадет за одну ману карта. Поэтому пусть будет. Так. Огармах. Ну, пусть так получше. И монетку еще и дали. Ну, здесь нам нет смысла вообще ничего тратить. То есть, будем копить. Хотя можно долбануть, типа. Но нет. Так, наносит урон всем существам противника. Это пред. Значит, уже мы можем... Во-первых, знахарем, вот видите, мы можем себя лечить. Это уже не так плохо. Вот этот товарищ пусть выходит, потому что... В следующем ходу мы долбанем фаерболом. Под монеткой. Я этим займу. И вот смотрите, что сейчас будет. Раз. И семь урона. Врыво. Неплохо, да? И дальше ты тоже занимаешься вот этим. Не вижу смысла бить этого чувака, потому что наша задача убить самого героя. А... То есть... Пусть он сначала бафнет кого-то. В пвп там по-другому немного работает. Там, то есть, могут чуваки собрать какую-то гадость себе. Противную. Значит, 4 маны. Ставим этого товарища. Не, этот чувак все-таки самый крутой таунтер. Потому что 5-3 получается. У него и перевес на стороне здоровья по сравнению с атакой. И при этом... Ну, то есть, так как и должно быть у таунтера. То есть, его задача это... Защищать как можно дольше. И при этом, то есть, у него коэффициент маны к единице силы. Он, то есть, видите, 5 и 3. Это в среднем 4. То есть, получается, одна единица характеристик на одну единицу маны. Затраченную. Вот это нехорошо. Так, а что если мы... Три... И два. Разыграем. Думаю, я поступил правильно. Говнюк там, который убил. У этого чувака похуже коэффициент. Ну, не знаю. Значит... Четыре. И... Давайте вот так вот действовать. Раз. Памс, 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 памс. Пять единиц урона. Еще пять единиц урона. Давайте. Ой, я забыл им походить. Слушайте, я ж мог это сделать. Я идиот. Кто хотел увидеть? Два. А почему только одну единицу урона наносит? Так, во-первых, раз. Второй, два. В-третьих, на всякий случай, вот так давайте поставим. Ой, надо было куда-то в другое место ставить. Ну да ладно. Серьезно, шамана? Ну что? Огненный шар на девять единиц урона. Как вам такой мах? А? Вот что значит хорошая колода. Нужно побольше заклинаний на прямой урон. Ура! Зеркальные копии. Призывает двух существ 02 с провокацией. Ну неплохо, очень неплохо. Давайте их себе засунем. Хотя, не знаю. Моя коллекция, давайте. Во. Значит, кто у нас тут? Вот этот товарищ. Один. И гризли. Готово. Попробуем так, в принципе. Значит, и все. Кормит. Да, джайна и джайна. Это мы еще увидим. Так, выберите две карты. Ну не знаю. Может вот эту заменить. Ну пусть будет так. Сколько разного урона нам дали. Так. Кстати, видите, можно тут что-то делать. Бумажку. Кран двигается. Прикольно, да. Значит, ну естественно. Не знаю. Как-то не особо хочется тратить. Потому что вдруг не дадут еще заклинаний. Да и монетки нету. Ну тут как бы эту карту, когда нечего разыгрывать, только ее и разыгрываем. Так, урон от заклинания. Отлично. Это очень-очень полезно будет нам. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Ооо. Это уже не так плохо. Я повелитель магии. Ну вот видите, а если бы я разменялся, то этот бы фаерболл пролетел в моего мага-доварана. Так что я все правильно делаю. Ооо. Так. Ну. Можно с провокацией чувака поставить. Но это нас никак не спасет. А также мы можем поставить раз и два. Как вы видите, колода вполне себе хороша. Ой, нехорошо. Нехорошо, да. Ой, совсем нехорошо. М-да. Чародейские стрелы давайте. И ледяная стрела. И вот эта вот штука. И потом вот эти. Так получше будет. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Пять всяких тирексов вызывает. Так, ну давайте возьмем сначала карты. Блин, ну это какая-то хрень. А, ну я в принципе могу и так поступить. Но это будет нехорошо, наверное. Придется разменяться, к сожалению. Не, ублюдок. Умри, мразь. Он защищается, вы видите? Говню. У меня остались одни таунтеры тубаны. Продолжение следует... так и придется так ублюдок а мне карты а мне некого превращать можно распревратить как нибудь да я тебя овцами замочил понятно целых двоих нифига все но оружия у врага нет что за хрень почему у меня вообще нет ни хрена ну придется брать что дают так сказать хотя зачем мне брать что дают если у нас ах тыж провокатор но у него три атаки не буду больше никого атаковать мне бы такой добор даже ну блин спасибо где заклинание прямого урона я не у тебя вообще можно вот так вот сделать и все у меня слишком мало карт от офигеть просто но к счастью мы в следующем ходу его добиваем ой как страшно вообще страшно на в рыло тебе наконец-то выпал огненный шар вот блин я она лакер хорошо что здесь есть пве так достигший 10 уровня любым классом достигните точнее но это прикольно нужно еще одна победа слушайте а у меня в коллекции новых карт нету что ли нужны больше мне нужен 20 уровень там же по идее будут давать новые карты ну блин ну это хрень полная полиморф тоже вначале не нужен опять же мы играем против джайны поэтому ну на всякий случай пусть будет одна офигеть о ну вот это офигенно вот с этой карты начинать можно с двух провокаторов смотрите 4 хп при этом два существа это офигенная защита для начала интересно и кто-то кроме меня использует этих провокаторов так ну давайте значит бить что ли урон или же вот эту вот штуку выставим давайте вот эту штуку выставим она в перспективе больше урона нанесет а то смотрите что он тут творит говнюк и так ну давайте раз 3 ой он убил моего провокатора который стоит пол единицы маны какой ужас я испуган я в шоке надеюсь скоро нам заклинание какой-нибудь дадут прямого урона не мне нравится эта игра по крайней мере в пве здесь есть чем заняться ну я буду ждать я буду вызывать еще провокаторов что в и и и и и и и и и в котях. Нет! Огра, не трожьте, пожалуйста. Овца. И у нас не хватает все-таки немножко урона. Блин, он может убить кого-то у нас. Оружие! Хе-хе-хе! Йоу! Смотрите, нет, но Огра, он себя окупил все-таки. Получилось нам чего-то с него взять. Естественно, Вогра, говнюк. Ты говнюк! Мне что-то в этой катке не везет на эти, на карты, дающие бонус к урону заклинаний. Но вот опять же, если я выведу его, то зачем мне выводить? У меня тут уже победа. Не дождался я нормальных огненных шаров. Где огненный шар? Хоть один бы дали. Правда, мы слишком быстро победили. Награда комплект карт. Ну, давайте откроем его. Так, а это что? Давайте откроем, что тут такое. Может, что-то интересное будет. Так, 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 так. О, вот это синенькая. Это значит, что она самая крутая. Вольный элементаль. Это для шамана. Говно. Око за око. Паладин. Еще и секрет. Да, ну, наверное, будет хорошая штука. Ну, я просто шаманом не планирую пока что играть. Служитель земли. Неплохо. Неплохо, неплохо. Восстанавливает три единицы здоровья кому-то конкретному, я так понял. В принципе, вот это неплохая карта. Она, по крайней мере, не хуже наших стандартных. Значит, все классы. Разрушитель чар накладывает немоту на выбранное существо. Но это нам в ПВЕ мало понадобится, больше в ПВП. на самом-то деле, так как у нас немоты пока что нету, то это неплохо. Гоблина-аукционист. Когда вы разыгрываете заклинание, вы берете карту. Слушайте, а это хороший чувак. Ну, хотя 6 на 6, но обилка неплохая. Как раз для мака. Вот эту вот я сразу же себе засуну. Вот эту вот. И, возможно, вот эту вот. Хотя хэзэ вообще. Восстанавливать здоровье не так уж мне и нужно пока что. Готово. Гоблина нужно в свою колоду отправить. Ммм. Ммм. Кого мы можем убрать? Два. Четыре. Два. Что? Что за бред?